Вашингтон планирует увести санкции в отношении Северного потока-2. 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 Анастасия Ковалева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Отмечается, что под огнем украинской армии оказались село Спартак и поселок Жабичево, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка, село Васильевка, близи Ясиноватой и село Ленинское на юге Республики. Кроме того, 20 мая около 7 часов вечера под огнем ВФУ оказался район Васильевской насосной станции. Персонал был вынужден укрыться в убежище. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе в результате обстрелов в ВСУ. Как сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, 17 мая украинские военные произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Первомайск. В результате неучаствующий в вооруженном конфликте 57-летний мужчина получил ранение. По данному факту, главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 365 УК РФ, жесткое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных Международным договором Российской Федерации. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что воссоединение Крыма с Россией – это исторический факт. Она также отметила, что с этим следует смириться и настоящему, и последующим лидерам незалежной. «Пусть президент Украины обращается к гражданам своей страны, а не заглядывает на соседнее государство», сказала Поклонская, комментируя речь Зеленского на инаугурации, в ходе которой он назвал первоочередными задачами прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Киева. При этом Поклонская порекомендовала нынешнему президенту Украины не повторять ошибок предшественников. Депутат также пожелала Зеленскому успеха в развитии своей страны и налаживании отношений с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции. Он обратился к представителям Белого дома, прибывшим в Киев на церемонии инаугурации, отметив, что стране необходима помощь американской стороны. Зеленский также отметил, что США остаются главными партнерами Киева, цитата, в преодолении российской агрессии. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что украинский лидер совершает ошибку. Подобное заявление нового президента разочаровывает, поскольку он тоже встал на путь, который ведет в тупик. Считая, что с братской страной и народом, со своим соседом можно жить в условиях конфронтации, опираясь на санкции за океанского друга в лице Вашингтона, Зеленский совершает стратегическую ошибку. Джабаров также отметил, что санкции, которыми грозят России, на страну уже давно не действуют и легко преодолеваются. Государственное бюро расследования Украины начало разбирательство по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских военно-морских сил прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Отмечается, что расследование начато на основании заявления бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, недавно вернувшегося в Киев. По его словам, Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив. По данным Госбюро, дело заведется по трем статьям. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, государственная измена и превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий. Посольство Украины в США должно принести извинения за фотографию, где депортация польских евреев выдана за высылку крымских татар. Такое заявление сделал лидер Организации единства Крыма и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Неметулаев. Отметим, что ранее украинское посольство сделало публикацию ко дню памяти жертв депортации крымских татар, в которой использовало для иллюстрации снимок отправки евреев из польского гетто в лагерь смерти. Размещенная фотография принадлежит Мемориальному музею Холокоста США и хранится в его фотоархиве. Неметулаев призвал посольство Украины в США впредь быть более компетентными в вопросах истории, особенно если это связано с трагедией целых народов. Представительство России в Вашингтоне назвало случившееся методичкой украинской дипломатии. В понедельник Совет Безопасности ООН отказался вносить в повестку заседание вопроса о языковом законе в Украине. За его внесение проголосовали всего пять стран. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензе, Москва попросила провести заседание Совбеза ООН по данному закону, так как считает его нарушающим минские договоренности и, как следствие, резолюцию Совета. Напомним, что ранее бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ должен вступить в силу уже в июле. В свою очередь, вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский дал обещание проверить закон на соответствие Конституции. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужна максимальная мобилизация депутатов для полноценного участия украинской делегации в ПАСЭ, чтобы не допустить возвращения России в организацию. По словам Кулебы, финальные бои за восстановление российской делегации в ПАСЭ пройдут именно в следующем месяце. Постпред добавил, что самыми значимыми датами для украинской делегации будет 3 июня, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЭ, а также сама ассамблея с 24 по 28 июня. Отметим, что на апрельской сессии ассамблеи большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию снова сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос бюджет СЕ. Кроме того, в пятницу Совет Европы призвал сформировать равноправные условия участия в работе организации для всех ее членов. В России, в свою очередь, заявили, что будут наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЭ. Представители Международного валютного фонда начали свою работу в Украине в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы. Работа миссии продлится две недели. По итогам МВФ планируют принять решение о выдаче Киеву очередного транша кредита. Среди ключевых факторов, которые повлияют на решение фонда по дальнейшему финансированию, необходимость приведения цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета. Также в Украину прибудут представители Евросоюза, которые, в зависимости от итогов работы представителей фонда, могут принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что снижение тарифов на газ повлечет за собой серьезный кризис. По его словам, если бы снижение тарифов было возможно, то он бы, цитата, «сделал это позавчера». Гройсман уверен, что если новое руководство страны пойдет на такой шаг, то это приведет к расторжению всех международных договоров Украины и, цитата, «фактически к доведению страны до состояния финансового кризиса». Напомним, накануне стало известно, что Гройсман подал заявление об отставке. При этом он сообщил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду. Гройсман также призвал избранного президента страны Владимира Зеленского «немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра и работать». Министр энергетики США Рик Перри заявил, что американская сторона собирается ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил во время выступления в Киеве. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что попытки заблокировать проект являются атакой на оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка безопасности и стабильности. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что проект уже во многом реализован. Кремль рассчитывает, что он будет финализирован и запущен. Это международный проект, в котором участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов. Проект в большей части уже реализован. Обеспечено в большей части финансирование этого проекта, и он продвигается достаточно быстрыми темпами. Проект этот в интересах обеспечения энергобезопасности Европы. Он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике. Песков напомнил, что ранее российский лидер неоднократно высказывался о подобных действиях Вашингтона. Любые действия, нацелены на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, уже давно занимаются США, что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, о чем они также открыто заявляли. Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию неповиновения после решения парламента не переносить выборы президента. 21 мая у здания парламента собралось около 200 человек. Митингующие утверждают, что вскоре протесты охватят всю страну. Они также призвали работников общественного транспорта начать забастовку, а соратников перекрывать дороги. Временно в качестве предупредительной меры уже была заблокирована республиканская трасса. По последним данным, в столице республики рядом с митингующими дежурит полиция и спецназ. При этом в городе не ходит общественный транспорт, в том числе и маршрутные такси. Отмечается, что сначала митингующие настаивали, чтобы к ним вышел действующий глава государства. Теперь они требуют его отставки. Напомним, 18 апреля кандидатов президента и представляющего интересы оппозиции Аслана Бжанию в тяжелом состоянии доставили в одну из московских клиник. Его соратники утверждают, что их лидера отравили. По их данным, в крови у Бжании обнаружено повышенное содержание ртути. В этой связи оппозиция призвала перенести выборы на осень, однако получила отказ. Щелковский городской суд признал виновным в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Как сообщает ТАСС, за ссылкой на отца погибшего, несмотря на обвинительный приговор, Клейменов был восстановлен в должности. Отец мальчика с решением суда не согласен и намерен обжаловать приговор. Напомним, гибель 6-летнего мальчика в ДТП в апреле 2017 года получила широкий общественный резонанс после того, как эксперт выявил в крови ребенка алкоголь. Как ранее пояснили, в Генпрокуратуре Клейменов нарушил установленный порядок при отборе образцов крови, что привело к их спиртовому брожению. Таким образом, первоначальный вывод эксперта о состоянии ребенка в момент происшествия был необоснованным. 21 мая в Доме природы состоялся брифинг заведующего сектором лицензирования Госкомэкополитики при главе ДНР Евгения Журила, который рассказал о лицензировании хозяйственной деятельности по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, размещению и утилизации отходов 1-3 классов опасности. Так, в апреле текущего года было принято постановление правительства ДНР 28 марта 2019 года номер 5-9 об утверждении срока действия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-3 класса опасности. Перечня документов, прилагаемых к заявлению для получения лицензии на указанные виды деятельности. А также перечень работ, составляющих деятельность. Этот документ устанавливает, прежде всего, срок действия лицензии, который определен пятью годами, и утверждает полный перечень документов, необходимых для получения лицензии. Также вступил в силу приказ Государственного комитета при главе ДНР 21.03.2019 года номер 175, которым утверждаются лицензионные условия и положение лицензирования указанных видов хозяйственной деятельности. Приказом комитета от 24.04.2019 года номер 256 внесены изменения в порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и проверки возможностей выполнения сыскательной лицензии требований этих условий. Таким образом, субъектам хозяйствования практически дан старт на подготовку и подачу в Госкомэкополитике при главе ДНР документов для получения лицензии на указанные виды деятельности. Анастасия Ковалева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ 21 мая свой первый юбилей празднует газета «Новороссия». Ровно пять лет назад редакция издания встала на непростой путь объективного и беспристрастного освещения событий в Республике и мире. Вся команда телеканала «Новороссия ТВ» поздравляет коллег с юбилеем. А на этом у меня все. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссии ТВ. Рекомендуем также подписаться на информационный канал ДНР Лифт Телеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Виктория Полянская. Всего доброго, не переключайтесь. 22 мая в Луганске погода будет пасмурной, возможен дождь. Плюс 25 днем, ночью плюс 15. В Северодонецке облачно, осадков не ожидается. Плюс 13 ночью, днем плюс 24. В Волчевске пасмурно, осадков синоптики не прогнозируют. Плюс 23 днем, ночью плюс 13. В Мариуполе пасмурно и дождливо. Днем плюс 19, ночью плюс 15. В Славянске небо скроется за тучами, однако осадков ждать не стоит. Ночью плюс 16, днем плюс 26. В Краматорске также пасмурно, осадков синоптики не прогнозируют. Плюс 22 днем, ночью плюс 13. В Янакиево только утро будет ясным, без осадков. Ночью плюс 13, днем плюс 21. В Горловке погода будет облачная, также без осадков. Плюс 21 днем, ночью плюс 13. В этот день в Макеевке пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21. В столице ДНР небо скроется за облаками. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки. Днем воздух прогреется до 21 градуса тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова